Победа одна на всех. Девиз всероссийской военно-спортивной игры «Победа». А общая она потому, что все участники – настоящие патриоты, объединенные одной целью – сделать свою страну сильной и непобедимой. В парк «Патриот» приехали лучшие ее представители – около тысячи участников из разных регионов России. Это суперактивные ребята, которых вообще не остановить. Это те люди, которые точно найдут себя в жизни и, надеюсь, будут не просто, так скажем, комфортно существовать, но при этом смогут быть полезны для нашей Родины. Команду Московской области представили 8 юношей и 2 девушки из разных городских округов. В итоге ребята завоевали почетное четвертое место. Такой результат получили благодаря новому подходу к подбору участников и серьезной подготовке в течение всего года. «Рецепт только один. Еще три года назад мы поняли, что, чтобы создать действительно конкурентоспособную команду, мы, наверное, должны брать не только юнормейцев какого-то отдельного городского округа, а давать шанс проявить всем себя юнормейцам Московской области. Была создана сборная, но она получила, понятное дело, название «Патриоты Подмосковья», «Патриоты Московской области». В сборную вошли ребята из Домодедова, Подольска, Воскресенска и Можайска. За 10 дней до игры они прошли усиленную подготовку на сборах в Подольске. Причем тренировали не только спортивные навыки, но и интеллектуальные. Каждый день соревнований готовил свои сюрпризы, говорят участники. Особенно запомнился так называемый марш-бросок. Это, безусловно, марш-бросок, этап марш-бросок, потому что это самый насыщенный, самый долгий этап, в котором собраны несколько этапов. Это как стрельба пневматического оружия, метание кошки, разминирование мин, прохождение полосы препятствий. Очень важна физическая подготовка. Впереди еще один год, чтобы подтянуть слабые стороны и затем принять участие в новой игре, улучшив свои результаты. Слаженность, ежедневные шаги к большой цели и постоянное совершенствование – залог успеха, уверены организаторы. Причем не только в игре, но и в жизни. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».